Сегодня, друзья, мы будем разбирать с вами очень злободневный вопрос, когда мама воспитывает ребенка одна, мать-одиночка. Посмотрите, как тяжело звучит эта фраза, как-то очень мучительно. Причем есть даже пособие, мать-одиночка, она может даже какие-то пособия получать. Почему злободневный? Потому что все больше и больше становится матерей-одиночек, люди имеют некую тенденцию сейчас к одиночеству, как мужчины, так и женщины все больше выбирают одиночество, потому что люди теперь не готовы что-то терпеть. Если ранее они были вынуждены это терпеть, потому что было жить тяжело, и когда живешь в семье, жить проще, то сейчас гораздо проще жить одной, если ты себя обеспечиваешь. У тебя все вокруг стирает, убирает, тебе оно не надо кого-то терпеть. Поэтому сейчас женщины все больше выбирают родить для себя. Вот как раз-таки я хотела озвучить два главных аспекта. Когда женщина выходит замуж, живет 3-5 лет, и браки распадаются. Вот это самый такой критичный период в браке 3-5 лет, когда браки трещат по швам, и очень часто, причем в большинстве своем, особенно в России, распадаются. Все, мужчина не берет, как правило, ответственность за этого ребенка. Согласитесь, ведь в единичных случаях папочка остается таким хорошим папочкой и продолжает активно и финансово помогать, и приезжать куда-то водить на хоккей. Обычно папочки что делают? Дистанцируются. Погружаются совершенно в другую женщину, в другие отношения, в новую семью. Ребенка любит мужчина через женщину. И он даже будет готов больше одевать какую-то приемную свою дочку, уделять больше внимания какой-то приемной девочке, а про свою родную может забыть. Вот, к сожалению, есть такая особенность у наших мужчин. Так, да, это вот первый вариант, я рассказала, когда ей был брак, не сложилось, развелись. И дальше на маму возлагается эта такая тяжелая, порой непосильная ноша тащить ребенка, еще что хуже, двух-трех детей, еще более печальнее, одной на себе. Вот это такая тяжелая действительно ноша. И второй вариант, когда мама решает, что да, я планирую родить для себя, нет у меня никакого мужа, вообще пойду сейчас в банк спермы и оплодотворюсь. Все, время поджимает, уже 40 с хвостиком. Ну, я понимаю, что, наверное, уже и замуж-то не выйду, но хотя бы у меня будет ребенок. Потому что вот эта нереализованность в материнстве, незавершенность, она порой более мучительна, чем учесть матери-одиночке. Да? Так. Так, давайте дальше. С какими трудностями сталкивается ребенок? Ну, во-первых, с тем, что я не такой, как все. Вот у других есть папа, а у меня нет. Я какой-то безотцовщина, я какой-то недоделанный, семья какая-то у меня неполноценная. Ко всем приходит мальчикам папа поболеть за них, да, допустим, я хоккеист или футболист, за них поболеть. А ко мне не приходит, у меня только бабуля с мамой сидит, как обычно. Ребенок не чувствует за собой силу и опору, совершенно он чувствует себя незащищенным, потому что мама и бабушка как бы защитить его не могут. Вот он находится в некой неловкости, что он без конца в окружении женщин находится. Посмотрите, особенно плачевный вариант здесь, когда растет мальчик. Потому что девочка, которая растет с мамой, страдает значительно меньше. Порой девочки даже говорят, мама, нам с тобой никто не нужен, не нужен нам никакой муж. Нам с тобой вдвоем хорошо. Она не чувствует особого дискомфорта, который чувствует мальчик. Вот мальчики страдают больше. Так, это я сказала. Далее. В ребенке формируется некое однобокое представление, что ли, о мире. То есть он не понимает и не чувствует мир мужчин. И вот здесь таки, особенно у мальчика начинает страдать что? Самоидентификация. Ведь он понимает, кто он такой через родителя. Когда он наделяет, видит, он подражает, что я такой же мальчик, как папа. У меня все то же самое. Такие же у меня мышцы, пися. Я весь такой смелый, сильный. Он начинает папе подражать. И так происходит становление его личности. Самоидентификация. Он понимает, кто я. Соответственно, если папы нет, что делает мальчик? Его самоидентификация проходит через что? Через образ женщины. Он начинает бессознательно с ней отождествляться, к ней присоединяться и перенимать ее манеры, ее женственность. Мальчик этот, опять же, посмотрите, сейчас многие скажут, ничего подобного, я вырос без папы, и все в порядке. Я говорю о некой тенденции. И, конечно, бывают различные исключения. Я говорю о том, что может быть. Так, значит, ребенок становится более трусоватый, может быть таким, ну не то, что женоподобный, вот он трусоват. Причем он может обладать даже, в принципе, с генетической детерминированностью, харизматичной мужской внешностью, брутальной. Но так как он рос без отца, он трусоват. Вот он такой трусливый, получается, мужчина по жизни. Так, дальше. Значит, что мы еще с вами хотим озвучить? Дефицит мужских, естественно, навыков. То есть элементарно, прибить гвоздь, что-то такое там, перетащить, сложить, починить. Получается, что этого дефицит. Да, он этого не видит. Он этого не может получить. Далее. Дефицит общения на мужские темы. Сходить вместе с папкой на хоккей, на футбол, поговорить про каких-нибудь девочек, сходить на рыбалку и так далее. Он лишен этого всего. У него этого нет. Следующий момент. Он получает от женщины что? Все равно избалованность. Особенно вот это такой вот самый классический пример, это мама с бабушкой. Я рос, у меня была мама и бабушка. Все. Ну кто может расти у мамы и у бабушки? Баловень. Ну это баловень, да? Избалованный борчук. Так, избалованный борчук, мамошник такой. Далее. Что получаем мы с вами во взрослой жизни? Во взрослой жизни мы получаем от этого неуважение к женщине. Женщина воспринимается как обслуга, как нечто уже надоедливое, как надоедливая муха. Даже если он мамочку свою вроде как уважает, в целом особого уважения к женщине у него нет. Все. Далее. Крайне низкая самооценка, потому что он не чувствовал в себе этого самца, он не чувствовал себя защищенной. За ним, за его спиной не было батьки, который надерет жопу кому угодно за него. Не было опоры какой-то. Он чувствует себя беспомощным, уязвимым. Низкая самооценка. Не таким, как все. Из какой-то неполноценной, однобокой семьи. Все. Бесконечно он стеснялся эту маму с бабушкой, допустим, которые его провожали. Далее. Следующее, что происходит? Он попадает, естественно, в группу риска. Какую? Давайте посмотрим. Так как он будет без конца, на протяжении всей своей жизни, мучительно искать этот отцовский авторитет, вот как-то компенсировать и восполнить вот эту дыру. Он будет без конца. Ну вот кто это? Это у нас бандитизм. Группировки различные, скинхеды. Вот посмотрите, вот статистические скинхеды. Это мамошники, это дети без отцов. Скинхеды. Агрессия уже такая на мать, которая вымещается на лицах, не знаю, кавказской национальности, на чернокожих. На самом деле это гнев на мать, который уже прибить хочется. И отсутствие отца. Поэтому я вынужден искать лидера где? В каких-либо группах. Ну вот допустим. Далее секты какие-то. Потом сюда же наркозависимость, поскольку я ищу другана, соответственно мне с друганом проще подружиться. А, давай марихуанку покурим. А, давай шернемся. Я как бы хочу быть в доску своим. Я хочу как бы присоединиться при помощи всего этого. Так? Так. Далее. Даже если все это как бы нас минует, что будет, скорее всего, однозначно? Невротизация. Потому что чаще всего мамошник гиперопекаем, труслив, и вот невротизация там зашкаливает. Зашкаливает. То есть ребенок может быть депрессивным, тревожным. Так? Так. Да. Далее. Гендерная идентификация. Посмотрите. Гендерная дисфория. Кто я? Я чувствую себя женщиной. Пациенты, менявшие пол, в большинстве случаев, росли без отца. Вот такая вот история. Далее. Гомосексуальность. Сюда же. Сюда же. Мальчик отождествился с мамой. Следующий момент какой? Это вот про мальчишек. Это про мальчишек. Я все вроде рассказала такое основное. Все вроде такое и рассказала. Так. Да. Отсутствие какой-то дисциплины. Вот когда отсутствует отец, там такой идет какой-то вот нет вот четкого понимания, четкой ясности, что он там встал, кроватку заправил, зубки почистил, папка обычно в армии служила, что-то такое прививается ему к какую-то дисциплину. Мамулька этого сделать не может. Так. Следующий момент. Давайте переходим к девочкам. Значит, что происходит у нас с девочками? Как я уже говорила, девочке все это переносит гораздо легче, гораздо проще отсутствие папочки. Однако, она напрочь не понимает не чувствует мир мужчин. Мужчина для нее – это нечто пугающее, неизведанное, вообще опасное и непонятное. Как вообще с этим быть? Следовательно, какие из этого у нас выходят кошмарики? Давайте посмотрим. Так. Она не знает, как с ними общаться, она не знает, как за ними ухаживать, она не понимает, как к нему подойти, обнять и поцеловать. У нее не было навыка, она не сидела у папочки на ручках. Далее. Та же самая неполноценность. Другую девочку обнимали, целовали, а ее нет. Она не была принцессой. Она никогда, ни для кого не была принцессой. Кто создает эту принцессу маленькую? Папа ее создает. Соответственно, девочка, которая растет без папы, страдает невероятно низкой самооценкой. Ее не хвалил мужчина. При том, что эта низкая самооценка будет особенно ярко во взрослой жизни выражаться в отношениях с мужчиной. Она будет себя чувствовать неуверенно. Какой бы красавицей она ни была, она вроде бы объективно понимает, что она красива, вроде бы ей все говорят об этом, но в базе-то этого нет. Этого главного знания нет, потому что мужчина, ее мужчина, ее отец не сказал ей этого. Так, не сказал ей этого. Далее. Соответственно, она чувствует себя более уязвимой, также незащищенной. Нет того отца, который за нее постоит. Ее часто обижают в классе, потому что девочку, за которой нет сильного отца, сразу видно, она очень трусливая, она превращается в жертву, чем приглашает к нападению, чем приглашает своего насильника напасть на себя. Правильно? Да, она как бы становится уже уязвимой. Все, она не чувствует эту опору. Соответственно, она несет это и во взрослую жизнь тоже. Давайте посмотрим, что во взрослой жизни у нее происходит. Она, во-первых, рискует остаться одинокой, одной, рискует быть мужененавистницей, потому что мужчина, это вообще какая-то чужая планета, она ее не понимает, она ее боится. Далее, в отношениях с мужчиной, она не понимает, что, как она вообще должна за ним ухаживать, и она не понимает правил семьи, она их не знает, что мужчине нужно приготовить горячее завтра, к обедам, или встретить его с работы, прийти вовремя домой, быть ласковой, теплой, нежной. Нет, эта женщина рискует быть холодной, отрешенной, такой неласковой, снежной королевой, надменной. Почему снежной королевой, да, это все базируется на низкой самооценке, на низкой самооценке, чем ниже оценка, тем выше голова, вот иногда кажется, королева такая идет, это все от обратного, это она боится по отношению к себе, таких взглядов, она боится этих мужчин, и поэтому первая начинает их как бы игнорировать. так далее, что она рискует сделать, выйти замуж за непонятно кого, почему, этот непонятно кто дал ей что, например, поддержку, все, эта девочка, которая росла без отца, сразит на повал, все, она будет с тем, кто дает ей эту поддержку, кто говорит ей теплые слова, какая-то у меня красивая, какая-то у меня умница, что бы я без тебя делала, если эти слова сказать девочке, которая росла без отца, все, она ваша, она ваша навеки, так, далее, она рискует выйти замуж за садиста, почему, потому что садист воспринимается как защита, что вот этот плохой мальчик, ну, наконец-то, будет меня защищать, вот она так мечтала иметь эту защиту за спиной, чтобы кто-то, какой-то сильный бандит, такой ее защитил, такой вот мужик, что она находит это в реальной жизни, ну, это как бы чревато для нее самой, то есть она ищет садиста, который может побивать ее, не только других, правильно? Так, далее, ну, вот про конфликты я уже сказала, про конфликты я сказала, это я все сказала, собственно говоря, такие основные вещи я вам рассказала. Так, давайте посмотрим теперь женщину у нас, с какими трудностями, сталкивается с женщиной, которая воспитывает одна, одного этого ребенка, или двух, трех, что хуже детей, такое бывает, правда же, да, многодетная, одинокая мама. Это невероятная нагрузка, как бы нагрузка, которая должна была распределиться на двух родителей, а это лежит на ее одних плечах, вот она это тащит, да, порой непосильную ношу. Она вынуждена разделять все горести, беды и радости одна. То есть она и болезни детские одна воспринимает, и неудачи одна принимает, все эти удары на себя, к завучу одна приходит. И праздники, и радости разделяет с ребенком одна, да, вот придет на Новый год к нему на утренник, сфотографирует одна, все сидят, мама, папа, она сидит одна. И вот эта вот неполноценность, и вот эта вот тяжесть такая идет с женщиной как бы рука об руку. Вот она, вот она. Да, чувствовать себя какой-то не такой, брошенной, ненужной. У женщин начинает страдать самооценка, что я теперь никому не нужна, кому я буду нужна с этим довеском, значит, с этим бесплатным приложением, куда меня уже возьмут, вот, все, и на работу-то меня не возьмут, женщины с детьми как будто бы хуже берут на работу, я знаю, что всем нужны бездетные на работе. И так далее. Вот и все. Чувство одиночества, отчаяния. И женщина, что она делает, она срывается на ком? На самом слабом, на своем ребенке. Она начинает на него орать. А что еще хуже? Бить. Потому что все свои какие-то неудачи, невзгоды, она связывает с ним, что ты есть не только моя радость, но и помеха, помеха моему полноценному женскому счастью. Так. Далее. Значит, поиск нового мужчины, вытекающие все из этого последствия. Когда она приводит мужчину в дом, она сталкивается с классикой жанра. Ее мужчина нетерпимо, нетолерантно относится к ее ребенку. Это такие классические драки между отчимом и пасынком. Отчимом или пачерицей. Все вытекающие из этого последствия. Отчим, как бы, ваш мужчина раздражается на этого ребенка. Это чужой для него ребенок. Он огрызается. А вы уже чувствуете эту некую уязвимость. Вы позволяете сделать это родному отцу, но отчиму, чужому человеку вы уже не позволите дать ребенку под затыхник. Правда же? Вы уже предвзято и заранее предвзято смотрите на это. Так, следующий момент. С тобой не торопятся дружить другие женщины, у которых есть муж. Они не торопятся приглашать вас на свои какие-то праздники семейные, на Новый год, на какие-то торжества, там, где собираются семейные люди. Маму-одиночку особо-то не ждут. Особо-то не ждут. Она воспринимается как кто? Как угроза. Ты или приходи со своим мужем, со своей мужчиной, или не приходи к нам вообще. Мне угроза дома, в моей семье не нужна. И тогда мать-одиночка остается с другими матерями-одиночками. Семейные женщины уже как-то ее сторонятся. Такое тоже есть. Так, давайте посмотрим, что со всей этой историей делать. Я сейчас посмотрю, что ли я ничего не упустила. Значит, ничего я не упустила. Что со всем этим делать? Во-первых, поддерживать своего ребенка. Потому что ему, ну, наверное, труднее, чем вам поддерживать его. Особенно если это мальчик. Это вообще очень как бы уязвимое существо. Девочки, они посильнее. У мальчиков психика слабее. Особенно если это мальчик. Что у тебя все получится. Ты мой вообще король. Посмотри, какой ты у меня вообще мужчина. Посмотри, какой ты мужественный. Обязательно давать эту поддержку. Вот что самое главное в ваших отношениях. Далее. Не говорить о мужчинах плохо. Али о вашем бывшем муже. Плохо. Что папка твой говнюк. Алименты уже полгода не платит. Я все сама. Или вон там. Мамка себе другого нашла. Погляди, как в этом фильме Любовь и головы. Помните. Папка-то ваш. Вон ведь что. Мамку себе другую нашел. Иди. Другая мамка, наверное, лучше. Лучше. Мамка ваша плохая. Шикарный фильм. Правда же? Классика жанра. И одна из главных рекомендаций это увеличить количество мужчин в жизни вашего сына. В жизни вашего ребенка. Хорошо бы, чтобы это была не бабушка, которая без конца там бегает, ему пирожки печет, а дед. Вот если у вас есть отец, дед для ребенка – это вообще шикарно. Я видела мужчин, которых воспитывал дед. Он говорит, я рос с бабушкой, но я был дед. И вот этот дед – это было лучше вообще, чем вообще любой отец. Потому что дед созрел. У деда любимый внук. Дед с ним на зарядку. Дед в шахматы играет. Дед. Это вырос прямо настоящий, такой хороший мужчина. Все, растет такой добротный мужик. Поэтому дед в этом случае вообще неоценимая история. Далее. Старайтесь, чтобы все какие-либо лица, так или иначе, имеющие отношение к вашему ребенку, были мужского пола. То есть учитель – мужчина, врач, стоматолог – мужчина. Все, что только можно – мужчина. Далее. Большой пласт мы уделяем кому? На кого надежды мы возлагаем? На тренера. Мы свое чудо отдаем, к примеру, на борьбу, мальчика на борьбу, в руки к хорошему тренеру, и пять дней в неделю за ним стоит тренер. Тоже хороший тренер бывает порой лучше любого отца. Правда. Далее на все три месяца они едут куда? В спортивный лагерь с этим тренером, где тренер его тренирует. Только смотрите, чтобы был не педофил какой-нибудь сумасшедший, а своим именно материнским, женским сердцем. Почувствуйте этого человека, чтобы это был действительно достойный человек, достоин подражанию, чтобы ваш ребенок действительно видел перед собой какой-то яркий такой, достойный пример. Вот и все. Вот это все те основные вещи, которые, собственно говоря, я хотела до вас донести. Если у вас появляется какая-то трудность, какие-то вопросы, непременно приходите ко мне на консультацию по скайпу, и мы с вами все подетально, глубоко и четко обсудим. Все. Целую, обнимаю. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok